Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Я, конечно, человек слова, друзья. Вчера я клялся и божил, что всё побухало. Я покажу тут кое-что по обновлению, по грядущему. И буду ближайшие пару-тройку дней отдыхать, так как устал. И вот сегодня я запиливаю уже второй обзор. Ну что поделать, такое бывает с людьми, у которых бродит план какой-то в голове. Обязательно его надо реализовать. У меня было 2 плана таких по Сосновке и по этому обзору. И, собственно, я за них взялся, чтобы уже мой мозг успокоился. Поэтому, друзья, в этом обзоре я хочу вам показать самые, на мой взгляд, на удачные маломощные тракторы с производства стран постсоветского пространства. Не все из них, мягко говоря, маломощные. Получается, несколько обзоров будет такой спорный. Но, тем не менее, давайте начнем. Для начала покажу Беларусь МТЗ-82. Их тут целых три будет, 80 старых в обзоре. В частности, вот этот, от мододелов из Венгрии. Весьма симпатичная классическая моделька с новой кабиной, маломощная. Все, как мы, друзья, любим. Еще одна такая же странная, для кого-то может покажется модель, МТЗ-50. 50-сильный трактор с максимальной скоростью 38 км в час. Мало что может вытащить. Есть несколько конфигураций. Особенность этого трактора, вы сами видите, каркас безопасности стоит. В остальном, не так много всего можно изменить. В частности, крылья передние и задние, поменять конфигурацию колес. Ну и, само собой, покрасить трактор. Для любителей классики, которым не нужна мощность, эффективность. Вот классический маломощный трактор. Еще одна такая интересная машина, как Т-25. У меня тут их целых два разнообразных, разноплановых пака. Т-25, в частности, вот такой. На которой можно кататься, как в формате кабриолета, называемого так, открытого трактора. Так и поставить кабину. Очень интересная машина в плане внешнего вида. Действительно, трактор для любителей садовых и огородных участков. Не для самых больших работ. Маломощная машина, 30 всего-то лошадок. Но, тем не менее, трактор очень приятный. И для небольших инструментов, вполне себе, и для больших ферм сойдет, друзья. Поэтому, те, кто еще не катал этот мод, думаю, им вполне себе зайдет. Вот тем, кто любит именно советскую технику, маломощную. Так как эффективность большая от этого трактора, ну, сами понимаете, не стоит ожидать. Этот трактор исключительно огородный. На нем даже в больших полях не поработать. Вот еще один похожий мод. Т-25, Т-30А80. Машины, в общем-то, похожи по всем своим основным характеристикам. Т-32-сильный трактор с максималкой 28 км в час. Бак всего 53 литра, поэтому много на нем не наработаешь при высоком расходе топлива. Ну, вместе с тем, есть определенные конфигурации, которые меняют его внешний вид, включая, например, выхлопные трубы, всевозможные крепления фронтального погрузчика. Можно вес дополнительно повесить. Ну, как видите, еще есть дополнительный инструмент Токучи. Вполне себе очень приятный мод. Ну, как же без МТЗ-1025? Один из современных, ну, первых современных тракторов модели Минского тракторного завода. Конфигурация немного, вес, проблесковый маячок, крепление после фронтального прогрузчика. Максимальная мощность двигателя 110 лошадок. Максимальная скорость по трассе 45 км в час. Весьма приятный трактор, который вполне себе поможет выполнять такие работы, как, например, Синокос и все, что с ним связано, плодотюковки. Очень мне нравится экспортная модель МТЗ-82. Очень приятный трактор с никакущим количеством конфигурации, но в работе мне очень нравится. Приятно смотрится в кабине. В общем, здоровская машина. Всего, конечно, 80 лошадей, 35 км в час. Все, конечно, скромненько, но для небольших, не требующих мощности полевых работ, очень сойдет. Также понравился мне, например, мод ДТ-75. Легендарный, конечно, гусеничный трактор. Прекрасно смотрится и звучит. Ряз гусениц, он просто невероятен, друзья. Обязательно его попробуйте. Конфигурации, опять, не так много. Можно, например, противорез поставить, щитки снять с отсека двигателя, покрасить там крышу, корпус и пиндюрить огнетушитель туда, куда вам нравится. Ну, конечно, немощный трактор, 90 лошадок. Это, конечно, такое себе. Но для небольшого плуга, культиватора или, например, поработать с, опять же, сеном, очень-очень даже сойдет эта модель. Как так же, как и МТЗ-1025. Тоже одно из тех тракторов, которые, в общем-то, стали наследниками МТЗ и МТЗ-82. Моделька весьма-весьма приятная. Со своими небольшими конфигурациями. В том числе, можно присобачить крепление фронтального погрузчика, покрасить. Ну, теперь уже новый классический для марки МТЗ красный цвет. То же самое касается МТЗ-1221. Это трактор 130-сильный. В принципе, его можно отнести к линейке средних тракторов. Но мы все-таки отнесем их к маломощным. Можно выбирать конфигурацию тракторов. Различные модификации, в которых он выпускался. Менять так иначе колесную базу, приборную панель, вешать дополнительный груз. Добавлять световое оборудование дополнительное. Изменить позицию моноциклона. Поставить и изменить вообще конфигурацию зеркал. Как и крыши, так же можно затонировать стекла. Кроме того, можно наклеечку на стекла для себя выбрать. Ну и, само собой, поставить крепление фронтального погрузчика. И покрасить тот цвет, который вам больше нравится. Например, такой, что называется, новый, привычный теперь уже для белоруса. Нельзя не сказать об МТЗ-паке. Друзья, я о нем очень много рассказывал и показывал. И все вы о нем, конечно же, знаете. Это модель МТЗ-82 в различных безумных конфигурациях. С ним можно сделать все, что угодно. Тут можно долго рассказывать о том, что вообще можно сделать. Вот такие стандартные конфигурации для любого из этих тракторов. Но можно получить модель, которая будет убирать вам свеклу и картофель. Да, в комвайн превратить. Можно с удлиненной базы трактора, опять же, в этом паке найти, которым будет таскать прицепы от седельных тягачей. То есть, очень безумно приятный мод. Конечно, весит он больше 500 мегабайтов. Но мод шикарнейший, друзья. Кому я рассказываю, всем, кто катал фарминг-седельта 20-го, уже знакомы с этим модом. Он, наверное, один из самых лучших паков тракторов, которые только можно было пока получить на данный момент. Ну вот, конфигурация, которую я говорил. Ну и куча навесного оборудования на любой вкус. Хотите сделать из него погрузчик, хотите сено себе заготавливать, укладываете целые скирды. Тут и прицепы всевозможные, и всевозможные поливалки. В общем, все, что хотите, друзья. Очень классный мод. Такой же симпатичный мод. Конечно, с меньшим количеством оборудованием. Это мод трактора ЮМЗ. В общем-то, родственник МТЗ. Вот сейчас посмотрим на ЮМЗ 6КЛ. Также трактор с небольшой конфигурацией. Маломощный, 60 лошадок. Но, тем не менее, очень машинка, друзья, приятная. Также можно менять позицию крыльев, брызговики, ставить, снимать зеркала, поставить крепление, понятное дело, фронтального погрузчика. Сами видели, что у него есть дополнительное оборудование. Поменять конфигурацию колесной базы. Повесить декальку ЮМЗ. Ну и, соответственно, трактор покрасить. Маломощный трактор, да, как уже сказал трактор. Но, тем не менее, очень приятный. И вполне себе сойдет для некоторых работ в поле. В частности, с инструментами не требующих. Серьезной мощности от трактора дается. Геморрой, низкая эффективность, но, тем не менее, очень приятно. Ну, вот, конечно, очень мне нравится ЮМЗ петушок. Классный, конечно. Трактор очень классно смотрится. Ну, и, наверное, самый противоречивый в нашей подборке модов – это HTZ T-150. У него 180 лошадок. Это очень довольно серьезная гусеничная машина. И, самое мягко говоря, быстрая. Можно повесить к нему отвал. Я его просто, к сожалению, не обзорил с мощными тракторами. Поэтому я его отнес вот к этому паку. Да, это, мягко говоря, не слабый трактор. Это сильный трактор, как минимум средний. Поэтому уж простите, что я его отношу к этому паку. Но так получилось, я раньше трактор не показывал. Очень серьезная гусеничная машина. Поэтому обязательно, друзья, используйте. Приятное в обращении. Хотя, например, GT-75 мне больше нравится по звучанию. Ну, это так, к слову. Ну, у меня, друзья, на этом все. Все, что хотел я вам показал. Если понравилось видео, обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, в том числе и ВКонтакте. Так он называется, просто симулятор обзора по фарминг-симулятору. Ну, у меня на этом все, друзья. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Пока-пока.